всем приветики друзья начинаем новый влог у нас четыре выходных но я начинаю снимать радоница 14 мая и перенос понедельник 13 выходной переносится на субботу получается четыре выходы и затем какой-то закон подлости такой четыре выходных очень холодно а потом сразу когда начинаются рабочие будни становится тепло там 20 и 23 будет ну вот представляете как ну так бывает конечно вышли мы на прогулку я так утеплилась и куртка и костюм и мне найти очень даже комфортно очень хорошо саша отпускает пузыри я все думаю насчет питомца снимала в прошлом влоге насчет от домашнего животных кот или собака ну вот мысль такая есть и значит по поводу собаки но у нас была собака русский спинель я рассказывала когда я была ребенком жила с родителями русский спинель мы его привезли из питера от заводчика породы вообще босс он у нас прожил 14 лет поэтому что такое собака я очень хорошо знаю и представляю когда никогда не было я вообще не знаю что с ним дело с котом но такие вот вопросы возникают например на ветер тут не знаю слышно нет сейчас ну например надо ли делать коту прививку прививки не но наверно ж не надо правильно потому что собакам для чего делать привить тоже как выгуливают на улице кот же дома сидит живет поэтому ему наверное не надо правильно если я не ошибаюсь курья не 100 но понятно что все можно посмотреть в интернете это понятно но может быть вы знаете быстренько напишите там вот такие вот моменты дальше как его приучать к лотку смотрите заговорила про кота и вот он красавчик зелеными глазами привет кот чё ты меня боишься не бойся но тоже такой большой конечно взрослый год или кошка не знаю так вот как его приучать к лотку дальше она должна вычесывать его там как-то отчет там с ним делать кормить его чем покупать вот этот кошачий корм или же то может быть чем-то человеческим его кормить но такие моменты наверно у всех все по-разному я узнаю от у маминой подруги код есть такая покупает им вот эти детские консервы наши ну это значит такое не дешевое удовольствие тут как бы покупаешь их ну для себя когда-то для себя там для детей просто так нз перекус но вот коту и очень любит их на губа не дура да но она сама наверно приучила тут как бы к чему приучишь это вспоминаю вот в памяти перебираю вот у знакомых у кого код был там кормили там килькой кормили что-то или моевой учет такой маленькой какой-то рыбешкой обязательно сырой тоже на базаре покупали может так ну короче вот такие моменты дальше что там еще чуть-чуть коты делают не знаю чем еще делал самый главный момент конечно как его приучить к лотку чтобы ну не газа потому что у нас например паркет и как бы если он туда что-нибудь сделает уже вообще-то даже не ламинат это паркет то есть это в реальная проблема чтобы вот он таких гадостей не делал чтоб там обои не драл как-то но это все конечно непредсказуемо зависит от характера животного я думаю то такие вот моменты поэтому ну что еще с котом надо делать вот что да какие мероприятия и самый главный вопрос а где его взять но наверняка есть какие-то питомники мы просто еще не узнавали ничего это так вот еще поговорили вчера подумали на кости кстати против он не хочет вообще никаких животных ему это не надо это мы так я сама с собой подумала но нет шучу конечно вот где брать либо питомник какой-либо на улице подобрать либо где-то купить там ну короче я не знаю в общем будем думать насчет кота собаку нет потому что выгуливать собаку конечно хочется честно говоря собака ближе но может быть потому что собака была роднее как-то но говорилось если вот свой дом частный до вопросов нет только собака и почему-то хочется лабрадора надо пересмотрела просто дэнни и мэнни канала поэтому вот а так в квартире нет в квартире собаку конечно не хочется потому что это обязаловка это надо выгуливать вот хочешь не хочешь надо его в любую погоду там кто два раза в день выгуливают кто три раза в день выгуливает поэтому тут по-любому знаете как некоторые рассуждают типа того что надо все равно вот идти на улицу поэтому это какой-то такой стимул он замен прям стимул не нужен для того чтобы идти на улицу ну так вот если ну собакой тем более как вспоминают у нас босс такой был холерик у меня папа с ним гулял всегда ну в разный попадал конечно такие вот истории он и мог задраться с какой-нибудь овчаркой тому разные были но такой характерный был пёс поэтому тут тоже как бы вопрос если собак эту маленькую шавку не хочется хочется чего-нибудь такое покрупнее чтобы действительно была собака поэтому пока пока кот фонтанчик какой-то включили не но и не какой-то здесь все время я так удивляюсь что здесь еще рыбаки есть не хочу к на камеру направляется сзади сидит рыбак она какая-то живность но имеется до рыбки здесь конечно водится уточки сидят еще один фонтанчик вы смотрите как ветром сносит вообще и там вот кафе и музыка вот на всю добровенку ну хорошо что здесь вроде так ну заговариваю эту музыку потому что реально очень громко и еще конечно же немножечко своих так сказать планах и до нужен снова ваш совет кто в теме кто знает мы собираемся ну как ближайшие может быть летом ближайший месяц может поехать еще минск то может быть не один раз до разным составом но в общем что посетить в минске но я там уже конечно снимала много на 10 отдельный плейлист сделать минск беларусь но что еще какие еще есть интересные места тоже в интернете смотрели да но может быть местные жители кто живет вот знает вот конкретно что еще можно такое интересное посетить парк горького посещали парк челюскинцев посещали там дано мол там галерея посещали что еще там есть вот такого вот интересного вот что может быть там ребенку было бы интересного за парк мы его сводим старшего водили младшего судьи мы обязательно может быть какие то есть найти вот что мне еще интересует важный такой момент вот минске места кафе где можно посидеть и поесть чтобы это не было слишком дорого чтобы это было нормально но не фастфуд да не не вот это вот не free с наггетами а что-нибудь такое именно кафе это может быть первое второе если вы знаете напишите пожалуйста адрес вот минске где такие как я вот давно помню когда-то было что такое какое-то знаете кафе там типа шведского стола то есть ты платишь и уходишь там вот набираешь что-то такого там где-то было не помню где то ли не не буду говорить проспект победителей или партизанский проспект насчет такое вот там еще знаете недалеко такое кафе спадшина ну вот что такое место мне припоминать это я давно было очень давно много лет назад не помню что такое было какое-то кафе в общем кто знает накидайте пожалуйста мест адресов где минске посетить именно такие вот кафе чтобы можно было спокойно перекусить но еще какие-то такие места что можно было ну походить посмотреть погулять там уж куда-то сходишь или такое реально интересное пузырей хватило на две прогулки ну и же тут много то есть две прогулки и все ничего нет осилили мы вот такую вот лестницу поднимались сюда а сейчас пойдем в этот магазин могилевский мясокомбинат здесь все очень классная свежая всего много и по хорошим ценам теперь из самого разного мяса он целый пакет на 50 рублей потом покажу что купили показываю что у нас сегодня на обед вчера делали но это гуляш такой здесь вот мясо картошка морковка помидорчики тому всякое такое вот очень вкусно это получается сейчас покажу что мы купили ну вот показываю что купили на 50 рублей учитывая что в доме три мужика они все время хотят есть то есть обычная еда и конечно же перекус между едой ну такой хлеб кстати интересно смотрите там был и белый и с черными полосками называется дивный посмотрим что за хлеб такой значит сардельки такие толстячки с сыром называются по 10 рублей килограмм полкилограмма взяла на пробу вот это мясо мне очень нравится ковалочек по могилевский то есть тоже очень такой вкусные вообще в меру соленый не пересолен и вообще то что надо пельмени там вкусные в могилевский мясокомбинат продукта вся свежая цены нормальные все такое классное значит можно брать пельмени сердечками на самые хорошие ну и чебуреки тоже свинина говядина состав тоже килограмм взяла ну собственно колбасу марсаделла ну достаточно много всего мясного говорю за все за это 50 рублей вышли вечером прогуляться и вот у нас есть здесь улица такая пионерская всегда очень оживленная очень много машин учитывая что сейчас здесь делают дорогу кстати перекрыли никого так хорошо такая тишина зато по первомайской сейчас но по другой улице прям очень очень много сейчас вообще машин прям пробки на дорогах тоже так это необычно ну бывает иногда вот сейчас мужчина проехал на велосипеде до этого на роликах кто-то ехал вон там впереди перекрыто вон там впереди перекрыто и там вот по правой стороне вот таких вот катков вообще много много ну работаю там дорогой у нас вот мы уезжали когда тоже что-то вот делали одну дорогу на первомайской делали тоже все было перекрыто сейчас здесь делают ну то есть город вообще облагораживает так вот ну все там ремонтирует что-то делать я говорю либо аэропорт открыли у нас городе есть аэропорт он работал как работал раньше мы летали раньше а потом раз и закрыли его хоть бы открыли у нас день следующий зашли в кафе свое любимое пан-бульбан есть что принесли два чая один с лимоном другой без но принесли наш заказ мои дранечки со сметаной потом еще без сметаны и вот запеченный картофель сыром тоже очень и очень вкусно ну вот это вот кафе мало ли кто будет там городе в нашем пан-бульбан называется умейте в виду здесь все очень-очень вкусно и это мне кажется единственное такое нормальное кафе в городе где такие вот низкие цены действительно низкие цены и все очень вкусно ну вот то что я сейчас вот показала то что мы здесь брали до заплатила за все 1150 реально копейки и вот наелись в чему классно все цветет сирене вообще так красиво запах такой класс но по поводу ассортимента что здесь есть у не знаю как снимать солнце какое меню ну пан-бульбан судя по названию все такое картофельное драники если со сметаной без сметаны и с грибами из курицы и с ветчиной вот этот картофель запеченные вообще очень-очень вкусный что тут еще такого есть но также есть и супы солянка есть борщ ну ну кстати на попробовать просто когда-то вот брали может быть больше чем год назад вот именно суп и мне не понравилось в том плане чтоб пересоленные были но может быть сейчас что-то поменялось может быть повар поменялся но адраники картошка запеченная за безумно вкусно запеченная картошка нас сыром именно сыром надо в пить ну не наверное точно в печи запекается то есть это очень классно вот что там еще всякие сэндвичи много салаты разные тоже очень много коктейли молочный чай кофе соки как бы ну хорошая такой действительно очень классное кафе у нас с вами очередной день снимаю вот этот блок несколько дней хочу рассказать что с нами произошло чем мы все заболели про медицину в беларуси и до старший сын оказался в больнице рассказываю значит ну по ходу вы не не по ходу на самом деле уже диагностирована мы заболели все рота вирусом представляете значит как это началось это началось несколько дней назад то есть младший сын его просто было рвота один раз вырвало вечером и все мы так думали катались что это такое может быть значит я подумала что может быть он поликлинике что-то подхватил мы с ним ходим постоянно в поликлинику к логопеду занимаемся уже давно 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 ходит но потом я подумала что у нас же занятия индивидуальные мы там ни с кем не пересекаемся как бы ну знаете первым из поликлиника как бы рассадник какой-то заразы у нас поликлиника большая там многоэтажная такая чистенькая народу сейчас там мало как бы никого нет игры занятия индивидуальные поэтому разные мысли там думаю наверное что-то съел а перед этим он я видела съел чай сухой детский детский чай сухой но с нормальным сроком годности сухой просто поел потом год ну буквально немножко потом год сделай мне мама чай этот заваре я сделала заварила ну как бы все нормально ну думали что это так потом кости стал жаловаться что у него какие-то проблемы на следующий день или даже через день после да даже через день после саши что его тошнит подташнивает так как-то на животе не хорошо подташнивает как-то так потом у кости поднялась температура такая вот было 37 с чем-то там потом никита пришел там с гулянок со своих говорит мне не хорошо как-то меня подташнивает тоже что-то такое там у него и со стулом там проблемы там работа была однократно дубу а вот что это вот ладно в общем кости у саши все нормально уже было костя с никитой лежат им плохо их погну тошнит не рвота именно тошнит тошнота поднялась температура 1 и 2 было 38 даже там и 1 что-то такое но мы это дело контролировали сразу смекту стали давать одному второму как бы я себя чувствовала хорошо у меня все было нормально то есть смекту они пили что еще пили потом ночью началось у меня все пол третьего ночи я проснулась от того что меня тошнит и пошла у меня рвота началась рвота у меня была каждые 15 минут представлять это вообще это был такой трэк трэшак каждые 15 минут рвота это было до утра с пол третьего ночи до утра но я после первого так но с перерывами в 15 минут где-то потом перерыв был час потом полтора часа но потом все прекратилось на смекту было я сразу стала пить смекту вот потом значит хорошо что это было хоть по очереди у кости все и рвоты больше не было на следующий день его все прошло температуру мы к осени взбивали у него все нормализовалась и больше температуры у него не повышался он перенес это лучше всех хуже всего было у никиты но у меня вот эту ночью выворачивала наизнанку а потом уже просто у меня была температура 37 3 5 литр с и метр комбы естественная и не сбывал организм наверно справился сам все и как бы когда у меня повысилась температура я стала чувствовать себя уже нормально да то есть тошнота у меня прошло точно ну все просто слабость такая вот а у никиты гриб уже всего было но еще сходил там гостя в аптеку купил минералку естественно это первое средство вообще при отравлении минералка с детства помню с детства в детстве у меня часто тошнота рвота ну что такое вот было вот и купил нефраксазит ну это либо стоп диар либо нефраксазит это одно и то же это она просто стоп диар это импортное лекарство но чуть дороже нефраксазит наша белорусская тоже хорошая с аналогичным аналогичным действующим веществом вот на не пропилим потом у никита повысилась температура тридцать восемь и шесть это та температура которую надо уже сбивать мы ему дали дикола финак порошок который привезли из египта он выпил все температуру него нормализовалась и это было вечером на утро у него была нормальная температура то все еще были вот эти четыре выходных значит вот этот был последний выходной уже как бы что музыка какая-то играет так вот у никита температура утра было уже нормально мы потом течение дня как бы вот к вечеру она у него стала подниматься и уже вот где-то совсем уже там у вечером померили и твою мать у никита температура была 39 и 8 поставляйте 39 и 8 почти 40 вообще не раздумывая тут же естественно вызвали скорую сразу же у нас значит тут плавно перехожу к этой теме о медицине в беларуси приехала скорая в течение 10 минут он там 10-15 минут что за музыка и мою сижу тут музыка какая-то не заслышана не слышно продолжаю свой рассказ в общем приехала скорая они у нас были долго достаточно потому что но надо было сначала сбить температуру а потом уже ввести его как бы да но они спросили поедете нет но ясен пень да точно смысле не было конечно пусть поедет полежит больницы пусть прокапают то есть интоксикация организма сильная конечно же то есть сам уже но организм у него не справляется у него в детстве был ротовирус я помню я лежала с ним больницы это тоже он под капельницы был потому что могут ну организм и говорю всех разные вот и как они сбивают температуру не резко не сразу раздевать это же холодно когда высокая температура колотит озноб такой вообще разделе его до трусов взяли пульверизатор туда набирают теплой воды и брызгают сначала он лежит на спине брызгают полностью с головы до ног не вытирая то есть когда вода испаряется он переворачивается ложится на живот и брызгут ну тоже вот с головы до ног со спины то есть все и говорит ну температура бы типа но она такая врач на скорой говорит я своих детей вообще таблетками не сбивать температуру даже типа 40 вот этот метод и все нормально мне кажется да конечно преувеличивает это тоже ну вряд ли очень но потом тоже она конечно вот немножко он охладил его таким образом и потом укол вену сделала лекарство не укол вену отвлекаюсь ввела лекарство в вену сразу и естественно в течение там 10 минут температура упала до 37 и 5 значит что о чем мы говорили вот тоже это интересные такие моменты говорит о том что если например то вот высокая температура и руки и ноги допустим там белые да то есть ну это бывает спазм сосудов то тогда значит ножку надо принимать это как бы ну убирать спазм сосудов вот дальше какие еще моменты но очень удивилась по поводу диклофенака что диклофенака мне обязательно сбивать а мы почему дали ему диклофенак ну потому что у нас в детстве когда в никите нам я помню был на участке такой врач мужчина очень нам нравился он советовал диклофенак именно то есть ну сколько врачей естественно столько и мнений столько людей столько и мнений врачи и все разные каждый говорит что-то свое и вот очень хорошо этим диклофенаком она не только сбивает температуру то есть жара понижающая но еще и лечит тоже такие моменты ну а просили естественно всех там живот его там потрогали игру ну вот у нас такая же тоже ситуация к ну скорее всего это ротовирус да и вот уже когда его повезли в больницу все точно мы долго сидели разговаривали что хотела еще раз сайт просто тут забивает немножечко ладно давайте я начну про больницу теперь потом вспомню расскажу еще привезли в больницу поместили в отдельную палату в инфекционную больницу в отдельную палату в бокс сразу же поставили капельницу взяли всевозможные анализы из всех мест из всех мест сразу взяли анализы анализы все нормальные но естественно и к вид брали даже на к вид из носа там вот это вот мазок брали ротовирус у него диагностированный ротовирус капельницу ставят дают таблетки до лечит и антибиотиками и нефруксазид как бы все капают один раз в день полностью он чувствует себя уже хорошо температура у него нормальная температура у него не повышается и конечно он очень хочет чтобы вы уже выписали потому что ну потом парень лежит ему скучно он с ума сходит но только интернет его и спасает там даже как в палате этому все все условия в палате конечно же есть там и туалет и душ там есть он фотки выслал там все он лежал один а потом к нему подселили деда ну как он говорит ну дед в том понимании это сколько лет ну год ну лет семьдесят семьдесят пять и деду очень плохо у деда тошнота с таким же диагнозом я сразу уточнила ну конечно же они же прекрасно понимают что ничем другим туда не потерять у деда точно такой же диагноз ротовирус его тоже тошнит он лежит под капельницей у него тревожность от этого ну это просто как факт да а никите уже скучно он уже там ну хорошо себя чувствует все как бы но пока катетера вот на сегодняшний день у него не убрали он очень надеется что завтра его выпишут потому что ему надо там учебу у него там ну какие-то практики какие-то там лабораторные там что-то ну надо ну он попросил уже чтобы вы меня выпишите завтра ну вот не обещаю но посмотрим может быть да может быть нет ну как бы вот такие вот моменты по поводу медицины у нас медицина в беларуси бесплатно скорую вызываешь приезжают без всяких там моментов мы вот до того как поехали в египет мы сашей вызывали скорую саши у него заболел живот ну признаться честно просто время надо было сходить в туалет там черном свои какие-то вот были вот эти вот моменты мы вызвали скорую потому что если дело касается детей то тут лучше говорится перебдеть всегда так у нас с никитой так было и саши и тогда мы перед египтом это было сашей тоже поехали в больницу нас просили по эти не поедем поедем у нас взяли все анализы тут же результаты анализы все хорошие были сделали клизму и отправили домой это было сашей с никитой по-другому вот медицина у нас бесплатно мы не платим никакие страховые взносы как насколько я знаю там россии страховая медицина какие-то страховые случаи там что-то у нас такого нет в принципе у нас для граждан беларуси вся медицина бесплатно бесплатно скорую вызывая 10-15 минут приезжает тут же тебе оказывают помощь тоже предлагает поехать но если нет необходимости грядь не надо но вообще предлагает там тебе сразу размещают все анализы того все возможные узи шмузину все что надо полное обследование и все это бесплатно вот такие моменты есть конечно альтернативная нас медицина очень много платных клиник кто не хочет обращаться в поликлинику пожалуйста тоже идите в платной клинике буквально на каждом шагу тоже на высшем уровне обслуживания там вообще тебя оближут с ног до головы и вообще в этом плане все конечно же замечательно но когда какие-то такие серьезные случаи как вот например у никита вот он попал в больницу до этого грубе с проблем все там вежливые все там мы хорошо разговаривают там как бы ну то есть нормально и оказывает полностью полную медицинскую помощь и со всеми обследованиями со всеми анализами то есть в этом плане в беларусь это просто ну на самом деле классно и замечательно так вот что интересно сказала рота вирус врач на скорой мы разговариваем может жить до ну как инкубационный период может быть до трех недель то есть интернете там одна естественная информация врач на скорой говорит совсем другую информацию но я еще думала что может быть нам никита это притащил потому что вот этот болезнь грязных рук он когда приходит там с учебы там с гулянок со собой постоянно с друзьями там гуляет там он не моет руки он их моет спустя где-то полчаса то есть грязными руками он хватает за эти ручки там вот везде и всюду это просто говоришь говоришь ему мы настолько приучены вот после к вида даже обрабатывать руки руки антисептиком да у вас постоянно там у меня в сумочке там упасть и тоже где-то антисептик мы там ну как бы но это уже просто вот привычка какая-то может быть она уже не надо тогда то это привычка мы привыкли нам так комфортнее никита даже не заставишь помыть руки поэтому дады 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 вот это лучше грыб пусть это будет для себя уроком как бы что все-таки надо мыть эти руки вот а врач на скорых говорит что ну да где-то вот три недели даже больше может быть ингубационный период и мы что подумали то может быть мы это из египта привезли вот этот вот ротовирус потому что вот сквозь и поговорили вчера говорит вот один в один были симптомы только говорит без температуры там у него в египте и у меня вот один в один поэтому скорее всего дамы привезли оттуда но мы точно знать этого естественно не можем но как иначе потому что мы там купировали симптомы вот эти стрептоквин местные египетские таблетки мы пропили это почти на рак не фараксазит только местный как бы она все прошло но мы его и не убили полностью этот ротовирус он там наверное остался сидеть а потом стал размножаться снова потому что мы его должны были уничтожить а мы этого не сделали ну по крайней мере врач на скорой нам объяснила именно так да то есть скорее всего может быть и такое поэтому сейчас конечно же мы с ним тоже пропьем она посоветовала эти вот нефараксазит таблетки врач посоветовала полностью пропить сколько там положено по инструкции и все чтобы уже уничтожить этот ротовирус то есть организм у всех разное естественно каждый это будет переносить по разному то есть ну вот такие вот дела поэтому да он может там сидеть если ты его купировал и может потом размножиться и снова заявить о себе так сказать вот этот вот опасный вирус поэтому что подумали еще что мы хотели еще ну была такая мысль зимой в египет слетать все вместе всей семьей ну теперь наверное нет потому что в египте очень плохая вода я думаю что это было не из питания питание это было хорошее все ну опять же это просто предположение мы точно знать этого не можем там плохая вода понятно что мы зубы чистили водой бутилированной но мало ли мы же принимали там душ оно могло попасть ну как угодно да то есть может быть да может быть нет может быть дети принесли может быть мы из египта привезли кто его знает откуда взялся этот ротовирус как сказала врач и говорят это постоянный есть это вообще это круглосида круглогодичная такая вот инфекция ее можно подхватить где угодно говорит но никто от этого не застрахован поэтому тут можно гадать сколько угодно но вполне возможно что да то что мы привезли его из египта может быть и такое а вообще так вот если уже плавно переходить на эту тему каких-то поездок вот мы вернулись из египта я настолько насытилась морем солнцем местным вот этим вот климатом и мне сейчас но никуда не хочется мне так классно хорошо здесь мне так комфортно я уже хочу скорее кататься на велосипеде да я еще не открыла вела сезон хотя хотя уже середина мая потому что никита не хочет со мной кататься ну примерно что ему с мамой кататься уже наверное не интересного постоянно с друзьями гуляют и все свободное время костя со мной тоже как-то но не хочет коза ну не самый в принципе как-то как ну может быть потом ну как то так то есть пока что еще я не отглавила сезон но очень хочу для меня это удовольствие кататься на велосипеде везде и всюду, как я каталась в прошлом году и даже все это частично снимала. Вот это вот для меня классно. Я насытилась вот этими поездками. Это, конечно, все очень утомительно и быстро надоедает. Поэтому ну, была мысль сразу там, что ну, слетайте, там, может быть, Никиту свозите там на море, вот в Египет зимой. Ну, а он не хочет. Вот, кстати, да, мне спрашивали тогда, почему там не взяли старшего сына с собой. Ну, я говорил, что он учебу у него, это первое. Второе, он не хочет. Никита хочет в Китай. Вот ему это интересно, там, Китай, гаджеты, какие-то технологии, там, просто вот страна, это интересно. Он говорит, я не хочу на море. Я говорю, я, ну, в Турцию, когда ездили, мне не понравилось там. Ну, что мне этот онклюзив, что мне это море? Мне неинтересно там. Саша вообще у нас пугалка теперь для Саши. Он там начинает баловаться, плохо себя вести. Я говорю, в Шарм-эль-Шейх полетишь? Он, нет! Прям нет! То есть, детям это неинтересно. Вот это вообще им не надо. А мне, в принципе, тоже, и Косте тоже это не надо. И я насытилась Египтом, морем. Мне тоже это не надо, поэтому. Поэтому как-то так. Вот рассказала, вот, что у нас произошло и про медицину в Беларуси. Если еще будут какие-то вопросы именно про медицину в Беларуси, ну, мало ли, потому что я, ну, вот снимала когда-то такое видео, Ютуб иной раз его подкручивает. Это было давно, может быть, там, год назад или когда. И люди какие-то вопросы задают. У нас медицина вот такая вот в Беларуси. Поэтому пишите, в принципе, ваши комментарии, вопросы, если вдруг что-то вас еще по этому поводу интересует. Но это для граждан Беларуси, да. Как для людей, которые приезжают сюда, это, ну, я не знаю. Это только платное обращаться, платное у нас тоже хорошее. Но если что-то серьезное, тогда, конечно, нет, да. То есть тут надо быть гражданином, ну, иметь гражданство беларусское. Вот. Такой вот получился вложик. Долгий. Я его снимала несколько дней. Ну, так бывает. Все. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok